Вопрос на засыпку Давайте познакомимся с командами Справа от меня Дон Кихоты Кристина учится танцевать Соня любит слушать рок-н-ролл Вова, капитан команды, занимается ушу Федя играет в хоккей А Алия занимается гимнастикой Прошу команду представить свой девиз Мы команда Дон Кихоты Мы боимся, мы работы Интеллект включен всегда Мы побеждаем без труда Отличный девиз Я вижу, вы всерьез настроены на победу Давайте узнаем, кто ваши соперники Слева от меня команда Фейерверк Лиза учится играть на фортепиано Миша обожает шахматы Саша, капитан команды, любит петь Василиса замечательно рисует А Оля хорошо танцует Ваш девиз? Взрыв эмоций Это мы Смелые и жаркие Фейерверка, огоньки Умные и яркие Прекрасно! И это тоже заявка на победу Кажется, борьба сегодня будет с жаркой Самое время узнать правила нашей викторины Правила наши очень просты Услышав вопрос, его обсуди 30 секунд на раздумье у вас Чтоб верно ответив, порадовать нас Наградою будут мешочки с песком Которые нужно засыпать потом вот в эти часы И чем больше песка, тем выше ваш шанс И победа близка Вопрос на засыпку вам предложу Часы я легонько переверну И как только закончится этот песок Мы узнаем, кто здесь лучший знаток Готовы к борьбе? Тогда я объявляю первое испытание Раунд «Живой мир» Ребята, кто читал сказку Александра Волкова «Волшебник изумрудного города»? Лес рук, как говорят в школе Вот этот первый мешочек с волшебным песком Получит та команда, которая правильно ответит на вопрос Я хочу сказать вам, что в каждом мешочке песка ровно на 10 секунд Чем больше мешочков вы заработаете за игру Тем больше времени у вас будет для решения последнего Самого трудного вопроса Вопроса на засыпку Будьте внимательны Запах каких цветов в сказке Александра Волкова Волшебник изумрудного города Усыпил Элли, Татошку и Льва Запах роз Запах одуванчиков Запах маков Время Команда «Фейерверк» была первой Запах каких цветов в сказке Александра Волкова Волшебник изумрудного города Усыпил Элли, Татошку и Льва Мак Совершенно верно! Это был запах маков И команда «Фейерверк» получает первый мешочек с волшебным песком А я задаю следующий вопрос Как птицы определяют маршрут перелета? Они изучают карту Они ориентируются по солнцу и звездам У них нет маршрута Они летят наугад Время Команда «Дон Кихоты» была быстрее Как птицы определяют маршрут перелета? Наугад Это неправильный ответ Команда «Фейерверк» Какой вариант у вас? Птицы ориентируются по звездам и солнцу Птицы действительно ориентируются именно по солнцу и звездам АПЛОДИСМЕНТЫ И команда «Фейерверк» получает мешочек с волшебным песком АПЛОДИСМЕНТЫ В какую сторону свиньи крутят хвостиками? По часовой стрелке Против часовой стрелки Они умеют крутить хвостиком в обоих направлениях Время Команда «Фейерверк» У свиньи закручиваются хвостики по часовой стрелке Это неправильный ответ Команда «Дон Кихоты» Ваш вариант ответа? Против часовой стрелки Это тоже неправильный ответ Ребята, свиньи умеют крутить хвостом в обоих направлениях Им абсолютно всё равно А мешочек с волшебным песком остаётся у меня Я объявляю второй раунд Увлечения! Что нельзя рассмотреть в микроскоп? Клетки растений и животных Микроскопические организмы Звёзды и галактики Время Команда «Фейерверк» была быстрее Что нельзя рассмотреть в микроскоп? Органы Это неправильный ответ Более того, такого варианта ответа даже не было Итак, я слушаю команду «Дон Кихоты» Нельзя рассмотреть в микроскоп галактику Конечно Звёзды и галактики нельзя рассмотреть в микроскоп Их можно увидеть с помощью телескопа Получите мешочек с волшебным песком Когда лошадь очень быстро бежит, говорят, что она несётся полькой, галопом, вальсом Время Галопом, галопом, галопом Точно, как она несётся галопом, галопом А то пусть получим галопом, галопом Галопом, галопом, галопом Команда «Фейерверк» была быстрее Галопом Это правильный ответ И команда «Фейерверк» зарабатывает еще один мешочек с холшебным песком Кто из перечисленных мной людей не является русским полководцем? Павел Нахимов Михаил Кутузов Федор Конюхов Время Федор Конюхов Это что? Я не знаю вообще Наверное, Федор Конюхов Я думаю, что это не знаю Ну, все равно нужно думать Может, Федор Конюхов, а может, еще Команда «Фейерверк» была быстрее Федор Конюхов Это правильный ответ Держите ваш мешочек с холшебным песком Любите ли вы отдыхать и развлекаться? Да! И это здорово! Тем более, что именно сейчас мы начинаем самый веселый раунд нашего развлекательно-познавательного шоу «Вопрос на засыпку» Добро пожаловать на переменку! Давайте проведем веселую эстапету Приглашаю всех ко мне на игровое поле Вам надо построиться в две колонны друг за другом, во главе с капитанами Перед каждой командой стоит корзина с мячом и конус Ваша задача Подбежать к корзине Взять мяч Оббежать с ним конус И вернуть его в корзину Далее вернуться к команде Передать эстафету И встать в конец колонны Кто первый завершит эстафету Тот и получит мешочек с волшебным песком Понятно? Да На старт! Внимание! Начали! Вернули мячи, передали эстафету Следующие игроки Команда «Фейерверк» немного обгоняет своих соперников Последний игрок «Фейерверка» возвращается в свою команду И приносит ей такой нужный мешочек с волшебным песком К сожалению, команда «Дон Кихоты» справилась с этим заданием позже своих соперников И я дарю вот этот мешочек с волшебным песком команде «Фейерверк» Занимайте свои места, ребята В первом испытании команде «Дон Кихоты» катастрофически не везло Как птицы определяют маршрут перелета? Наугад Это неправильный ответ А вот ребята из команды «Фейерверк» напротив, один за одним давали правильные ответы Когда лошадь очень быстро бежит, говорят, что она несется... Галопом Это правильный ответ! И в раунде «Переменка» удача была на стороне команды «Фейерверк» Вы смотрите самое увлекательно-развлекательное шоу «Вопрос на засыпку» С вами Саша Киреев Кто уйдет сегодня из нашей студии победителем? Кому достанется суперприз? Это совершенно невозможно предугадать Ведь несмотря на то, что счет между командами «Дон Кихоты» и «Фейерверк 5-1» в пользу «Фейерверка» все еще может измениться Мы продолжаем нашу игру Я объявляю начало второго испытания Предлагаю вашему вниманию раунд «Культпоход» Пришло время командам проявить знания в области литературы Какими словами начинается стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино»? «Где же ты был сегодня, дядя?» «Кроха, сын, к дяде пришел» «Скажи-ка, дядя» Время! «Скажи-ка, дядя» «Крошка, крошка, 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 сын, к ты пришел» «Скажи-ка, дядя» Команда «Донки-хоты» была быстрее Какими словами начинается стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино»? «Скажи-ка, дядя» Это правильный ответ! И команда «Донки-хоты» зарабатывает еще один мешочек с волшебным песком Продолжим На какой улице жил Цветик, поэт из романа-сказки Николая Носова «Приключения Незнайки» и его друзей? На улице трех пескарей На улице одуванчиков На улице полосатых шмелей Время! Как ты думаешь? Одуванчик! Одуванчик! На улице одуванчик! На улице одуванчик! Команда «Фейерверк» была быстрее? На улице одуванчиков! Совершенно верно! И вы зарабатываете еще один мешочек с волшебным песком Мой следующий вопрос звучит так Что в Италии принято подавать на десерт? Мороженое, сыр, пирожное Время! Команда «Фейерверк» была быстрее. Что в Италии принято подавать на десерт? Сыр. Это правильный ответ. И команда «Фейерверк» зарабатывает еще один мешочек с волшебным песком. Со счетом 7-2 в пользу команды «Фейерверк» мы переходим к следующему раунду. Большая карта! Ребята, кто такой Минотавр? Оля, ты знаешь? Минотавр. Так. Он с рогами вот. Так. И он как бы человек, ну, такой и человека-зверь. Минотавр по греческому преданию – это чудовище с телом человека и головой быка. Очень страшное. Молодец. Внимание, вопрос. На каком острове по преданию находился лабиринт, в котором обитало мифическое чудовище Минотавр? На Родосе, на Крите, на острове Святой Елены. Время. Команда «Фейерверк» вновь была быстрее. Грит. Это неправильный ответ. Команда «Дон Кихоты» – ваш вариант. Будьте внимательны. Команда «Фейерверк» ошиблась в буквах. На Крите. Это правильный ответ. И команда «Дон Кихоты» получает такой долгожданный мешочек с волшебным песком. А теперь подумайте и скажите. Если мы движемся на юг, то справа от нас будет находиться север, восток, запад. Время. Команда «Фейерверк» была быстрее. Если мы движемся на юг, то справа от нас будет находиться... Запад. Это правильный ответ. И команда «Фейерверк» увеличивает разрыв в счете. Какой из перечисленных мной памятников истории не является одним из семи чудес света древнего мира? Колосс Родосский, пирамида Хеопса, Великая Китайская Стена. Время. Команда «Фейерверк» вновь была быстрее. Великая Китайская Стена. И колосс Родосский, и пирамида Хеопса – это чудеса света древнего мира. Но не Великая Китайская Стена. Это правильный ответ. Держите ваш мешочек с волшебным песком. Вы отлично потрудились. А теперь не мешало бы подвигаться. Наш следующий раунд – «Физкульт-привет». Это самый спортивный раунд нашей викторины. Вас ждет веселая игра под названием «Крутилки». У меня в руках веревка. На ее концах привязаны палки. А посередине – платок. После гонга по одному игроку от команды начнут с двух сторон накручивать веревку на свою палку. Побеждает тот, кто первым достигнет середины, то есть платка. В каждой команде по пять человек. А значит, соревноваться будут пять пар. Победит та команда, в которой окажется больше проворных игроков. Итак, я прошу выйти ко мне на игровое поле. Первую пару игроков – Алия и Оля. На старт. Внимание, начали! Оля, быстрее подойти не значит быстрее накрутить. Алия. Пока один-ноль в пользу команды «Дон Кихоты». Вызываю следующую пару игроков – Федя и Василиса. На старт. Внимание, начали! Василиса, как будто бы каждый день играет в крутилки. И она сравнивает счет. Один-один. Молодец. Занимайте свои места. Третья пара игроков – Вова и Саша. Прошу ко мне на игровое поле. Битва капитанов. Готовы? На старт. Внимание, марш! Кто из капитанов окажется проворнее? Быстрее, быстрее, быстрее! Саша оказалась первой. И приносит еще один балл своей команде. Счет 2-1 в пользу команды «Пейерверк». Следующая пара игроков. Миша и Соня. Пожалуйста, ко мне. Возьмите свои палочки. На старт. Внимание, начали! Миша сам называет свое имя. Он закручивает веревку и сам про себя говорит. Миша, Миша, Миша. Молодец! Видимо, заклинание сработало. Миша пришел первым. Счет 3-1 в пользу команды «Пейерверк». Вызываю последнюю пару игроков. Кристина и Лиза. АПЛОДИСМЕНТЫ На старт. Внимание, начали! АПЛОДИСМЕНТЫ Ах, как девочки стараются! И Лиза приносит к победе своей команде фейерверк. И я попрошу капитана команды фейерверк получить мешочек с волшебным песком. Во втором испытании команда Дон Кихоты потерпела сокрушительное поражение. Лишь дважды ребята дали правильные ответы. На каком острове, по преданию, находился лабиринт, в котором обитало мифическое чудовище Минотавр? Накрытие. Это правильный ответ. А вот команда фейерверк доказала, что по праву занимает место лидера. Ребята были лучше Дон Кихотов и в раунде физкульт-привет. Какой накал борьбы! Обе команды прикладывают максимальные усилия, чтобы показать, что именно они достойны победы. Как жаль, что не всегда это получается. И порой игроки дают неправильные ответы даже на простые вопросы. Будьте внимательны и удача будет с вами. А пока со счетом 10-3 лидирует команда фейерверк. Дон Кихоты. Еще не поздно все изменить. Итак, третье решающее испытание. Начнем с самого волшебного раунда нашей викторины. Магический шар. Это самый таинственный раунд. Никто не знает заранее, какой сюрприз нам приготовил магический шар. Сегодня в нем спрятан полезный фрукт, который в переводе с английского означает виноградный плод. Хотя ничего общего с виноградом он не имеет. Чтобы вам было легче отгадать, вспомните, как звучит слово виноград на английском языке. Время. Команда Дон Кихоты была быстрее. Что лежит в магическом шаре? Там лежит изюм. Команда фейерверк. Ваш вариант ответа? У команды фейерверк нет варианта ответа. Итак, посмотрим, что лежит в магическом шаре. В магическом шаре лежит полезный фрукт, который называется грейпфрут. По-английски виноград звучит как грейп. И, к сожалению, в этом раунде мешочек с волшебным песком не заработала ни одна команда. А следующий раунд для наставников команд. Спецзадание. Дорогие наставники, давайте познакомимся. За команду Дон Кихоты играет Наталья Петровна, мама Боба. А на стороне фейерверка Ольга Вениаминовна, мама Оля. Уважаемые взрослые, сейчас вы можете заработать для своей команды мешочек с волшебным песком. Для этого необходимо правильно ответить на вопрос. Тот из вас, кто быстрее поднимет руку после гонга, получит право отвечать первым. Внимание, мой вопрос. Как звали трехголовую собаку, с которой пришлось встретиться Гарри Поттеру и его друзьям? Дружок, Пушок, Снежок. Гонг. Ольга Вениаминовна была быстрее. Ее звали Пушок. Это совершенно правильный ответ. И вы приложите команде фейерверк еще один мешочек с волшебным песком. И это очень важно, особенно сейчас. Ведь время финального раунда. Вопрос на засыпку. Это самый ответственный и важный момент игры. Сейчас я подсчитаю мешочки с волшебным песком, и мы узнаем, сколько же секунд заработала каждая команда на обдумывание самого интересного и сложного вопроса, вопроса на засыпку. Напоминаю, в каждом мешочке волшебного песка ровно на 10 секунд. Начну подсчет с команды Дон Кихоты. Считаем вместе. Один. Два. Два. Три. Три мешочка с волшебным песком – это 30 секунд на решение вопроса на засыпку. Это, конечно, немного, но вполне достаточно, чтобы справиться с заданием. Развязывайте мешочки и подходите ко мне, чтобы засыпать волшебный песок в наши часы. Засыпайте, ребята. Будьте осторожны. Вам, как никому, сегодня важна каждая крупинка, каждая секунда, которую вы заработали за игру. Я закрываю часы крышкой. Занимайте свои места. А я иду к команде «Фейерверк». Посмотрим, сколько же мешочков у вас. Считаем вместе. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Одиннадцать мешочков с волшебным песком. Это сто десять секунд на решение вопроса на засыпку. Возьмите каждый по мешочку. Развяжите их. И подходите к волшебным часам. Насыпайте песок. Берегите ваши песчинки. Вам пригодится сейчас каждая секунда. Последний мешочек опустошен. Занимайте свои места. Я закрываю часы крышкой. И мы продолжаем. Перед каждой командой стоит доска. Под белым листом спрятан вопрос на засыпку. Я попрошу капитанов взять у меня маркеры. И подойти к доскам. Остальные игроки могут помогать своим капитанам. Но только после моей команды. Сейчас мы перевернем песочные часы. И ваше время пойдет. Вы снимите белый лист. И начнете выполнять задание. Сосредоточьтесь. Берегите каждое мгновение. А главное, будьте внимательны. Капитаны, откройте задание. Перед вами ребус. Чтобы узнать, какое слово в нем зашифровано, вам надо правильно решить примеры. Каждой букве будет соответствовать одно число. Вам надо будет расставить буквы от самого большего числа к самому меньшему. Полученное слово и будет ответом на задание. Переворачиваем часы. Время пошло. Игроки, помогайте своим капитанам справляться с заданием. Алия, скорее, Фетя, подойдите к капитану и помогайте ему. Подсказывайте. Мы написали. Команда Дон Кихота досрочно справилась с заданием. Верни мне маркер. Команда Фейерверк говорит, что тоже справилась. Это так? Да. Давайте мне маркеры. Занимайте места. Начну проверку с команды Дон Кихоты. Вова, подойди, пожалуйста, к доске. Какое было задание? Расставить слово. Нужно было решить примеры и расставить буквы от большего числа к меньшему. Вы решили примеры, Вова? Нет. Нет. Вы написали слово. Что это за слово? Математика. Вы не решили примеры так, как это было в задании. И из-за этого допустили ошибку в слове математика. Занимай свои места. Посмотрим, как с этим заданием справилась команда Фейерверк. Саша, подойди, пожалуйста, к доске. Вы решили примеры? Нет. А вы составили слово? Что это за слово? Математика. Читаем. Математика. Тоже слово с одной ошибкой. Понятно? Занимай свое место. Внимание на экран. Итак. Ответ на задание слово математика. Так как обе команды не решали примеры, а решили схитрить и составить слово из имеющихся букв, то совершили ошибки. Как команда Дон Кихоты, так и команда Фейерверк. Если бы вы использовали все ваше время, драгоценное, которое вы накопили за всю игру, то вы бы спокойно успели решить это задание. А главное, не допустили бы ошибки и получили бы суперпризы. А так, в нашей сегодняшней игре нет победителя. Но команды получают поощрительные призы. Команда Фейерверк, получите ваши призы. И команду Дон Кихоты я тоже приглашаю ко мне за дослужными призами. Участники ликуют. Это была напряженная интеллектуальная борьба в самой познавательной развлекательной программе «Вопрос на засыпку». Путешествуйте вместе с нами в мир увлекательных знаний. Меня зовут Саша Киреев. Увидимся! Вопрос на засыпку, с нами играй. Вопрос на засыпку, друзей забирай.